Здорово! Здорово! Доступность общения с прохожими и соседями – единственный сомнительный плюс этого дома. Из стен выпадают кирпичи, а через щели можно раздобыться огоньком. Вот, все, что можно передать, даже все, что хотите. Минусов гораздо больше, и простуда от сквозняка – один из самых незначительных. У меня двое маленьких детей. Одному два с половиной годика, другому вот-вот исполнилось четыре. То есть у нас всю зиму было дома 17 градусов. Больше не поднималось. Это за счет двух обогревателей еще в наличии. То есть вот так вот мучаемся. То есть пол постоянно ледяной. Ночью каждый раз просыпаешься от шороха, потому что боишься, что на тебя упадет либо потолок, либо стена. У тебя два варианта – либо в окно выпрыгивать, либо ложиться между холодильником и кроватью. Поэтому и даже бессонница мучает иной раз. Трещины проходят по всему периметру здания. Ремонта здесь не было лет 15. Да и тот свелся к косметическому, рассказывают сторожилы дома. Красный в кавычках уголок – санузел первого этажа. На потолке плесень, на стенах грибок. Вода в ванной по трубам попадает прямиком на пол. А хлипкость кирпичной кладки вызывает отвращение гигиене. Не то что мыться, просто заходить сюда нельзя, подтвердили опасения в МЧС. Ну, поезжали сотрудники МЧС, сказали, что угроза обрушения здания у нас, угроза жизни. И никаких действий. Вот до сих пор здесь моемся. Возможно, воспаление, но просто без выхода. Свою равнодушие коммунальщики опровергли, поставив деревянные подпорки к расшатанным стенам. И начали работать над сметой, чтобы обследовать дом на предмет пригодности для жилья. Вот только стена не стала ждать результатов. Рухнула еще до вынесения приговора зданию. Услышали треск сначала, а потом грохот. Выскочили, соответственно, здесь уже много народу, полное, ну, половина общежития, кто был дома. Они ее смотрели. На место крушения приехали представители городской управы и управляющей компанией. Они пообещали жителям ускорить процесс обследования дома. И в первую очередь решить судьбу хозяев угловых комнат.